Декабря новый «Человек-паук», фильм о «Человеке-пауке», который, честно говоря, когда открылись предварительные продажи билетов, в принципе, по всему миру это было, и в том числе и у нас. И «Матрица», ведь я понимаю, что это тоже ваш фильм. Матрица, да, «Воскрешение Матрицы» будет 24 декабря. И уже билеты продаются, я понимаю, предварительная продажа билетов. Да-да-да, и активно покупают билеты. Ну, в целом, я говорю, что интерес к таким большим фильмам есть. Я думаю, он только будет увеличиваться с ростом вакцинации, соответственно, потому что, как ты сказал, да, в зеленом режим кинотеатры работают. Ну и плюс, ждем, конечно, детской вакцины, как обещали в середине декабря. Я думаю, тогда немножко повысится интерес к семейным просмотрам, к мультфильмам. Ну, к фильмам для детей, наверное, потому что люди все-таки еще не уверены в безопасности детей. Поэтому вот сегмент, скажем так, кинопроката, который очень страдает, это, конечно, большие анимации. Ну, вот из того, что удалось показать, я понимаю, что «Дюна», наверное, самая большая картина. Ну, я имею в виду именно ваш репертуар? Да, наш именно «Дюна», да. Ну, я думаю, что «Человек-паук» будет гораздо крупнее, судя по предварительным продажам билетов. То есть две большие премьеры ожидаются в этом году — «Спайдермен» и «Воскрешение Матрицы». В этом году — да, до конца. Ну, что касается нас. Может быть, несколько слов об этих премьерах. Что будет с «Человеком-пауком», что это продолжение прошлого за перезапуск франшизы, что это за картина? Ну, это логическое, опять же, продолжение, так скажем, расширенной вселенной Марвел, естественно. Ну, уже не секрет, я не спойлерну, если скажу, что там появляется и «Доктор Стрэндж» в исполнении «Камбербэтч», «Камбербэтч», у которого есть и свой фильм, который появлялся в «Мстители» Avengers Endgame, не помню как по-русски. Ну, «Финал игры» или как-то такого. «Финал игры», да-да-да. То есть, ну, это продолжение расширенной вселенной. Ну, а тут уже идёт речь о параллельных вселенных. И тоже, ну, это тоже уже не спойлер, появляются персонажи из предыдущих реинкарнаций фильмов о «Человеке-пауке». Ну, то есть, это можно было увидеть в трейлере. Там будет и «Электро» в исполнении Джейми Фокса, там будет и «Зелёный гоблин», и, ну, много злодеев из предыдущих реинкарнаций «Человека-паука» в кино, скажем так. То есть, это, ну, именно этот фильм, он как бы расширяет вселенную ещё дальше. То есть, там представляется концепция параллельных вселенных. То есть, скажем, «Человек-паук», который существует у нас, это один «Человек-паук». Но есть ещё несколько параллельных вселенных, в которых существуют другие люди-пауки и, соответственно, другие злодеи, с которыми борются. Это всё благодаря доктору Стрэнджу, который, как мы знаем, умеет, значит, работать с параллельными вселенными, с параллельными мирами. Каким-то образом это всё, значит, все эти миры сталкиваются. И там происходит большой шухер. И, соответственно, всё это придаёт этому фильму, ну, глобальную такую окраску, даже, может быть, больше, чем финальная игра, сколько там, ну, обещают что-то там с ног сшибающее. То есть это практически, ну, я бы сказал, на уровне «Мстителей» такой, да? Да-да-да, именно, что даже, может быть, и больше. В плане вообще, скажем так, ну, если вот кто-то следит, какой ажиотаж по поводу выхода с «Человека-паука» сейчас в сети, например, там, ну, то есть фанаты Марвел, да не только, мне кажется, все поклонники кино ждут этого события какого-то большого. Мне кажется, всё равно не дожали. Если есть вот это бесконечное количество параллельных вселенных, где он сражается с различными злодеями, то должна же быть вселенная, в которой он отрицательный персонаж. А может быть и будет, но я не буду раскрывать всех карт. Но если вы помните предыдущий фильм «Спайдермена», да, то там он превращался в чёрного человека-паука, скажем так, не особо хорошего. Кто знает. Может быть, этот паучок злой к нам в мир. Если вот к «Матрице» перейти, вот здесь что ожидает? Потому что вышел совсем недавно уже финальный трейлер «Матрицы», где мы уже можем увидеть и сюжет немножечко, и увидеть основных персонажей. Может быть, там поклонники Лоуренса Фишборна были шокированы, что вместо него там появляется другой актёр. Вот агента Смита тоже нет, но есть очень похожие на него. То есть, что это такое? Ожидается перезапуск первого фильма, ремейк, ринкарн. Как этого подпозиционируется? Ну, во-первых, Киану Ривз там есть. Соответственно, Нео всё ещё умеет кунг-фу. Соответственно, и Керри-эн-Мосс, Тринити тоже там есть. Эти персонажи возвращаются. Но тут опять идёт игра с параллельными, скажем так, вселенными. То есть, сложно объяснить этот концепт, но это скорее надо посмотреть просто. То есть, скажем так, предыдущий фильм, то есть, ну, первая трилогия, оригинальная, скажем так, трилогия, это отдельный мир, скажем. А, соответственно, Новая Матрица — это параллельный мир. И они опять пересекаются. Ну, сейчас вот эта тема параллельных вселенных, она очень популярна. Соответственно, её эксплуатируют в Голливуде. — Если заглянуть уже вот в следующий год, как смотрят вообще большие киностудии, ну, с каким, с оптимизмом, с пессимизмом, учитывая вот эту ситуацию в мире, потому что ведь мы видим, что очень большие дорогостоящие проекты всё сложнее окупить именно из-за того, что закрыты многие большие рынки. Целые страны, вот практически, ну, вот в них не работают сети кинотеатров. И всё это ограничивает, понятно, что каждый большой, ну, вот такого рода проект, как Матрица, Спайдермен, это всё какие-то такие, ну, с бюджетом в несколько сотен миллионов долларов. — Нет, конечно, да. Не, я могу сказать, что, например, касательно там американского проката, до того, как появился Omicron, это новый, соответственно, штамм ковида, который немножко напугал всех, поскольку распространяется быстрее, чем Дельта там и предыдущиеся, я могу сказать, что с выходом Венома, это тоже, кстати, фильм, который мы прокатывали, очень хорошо прошёл и здесь, и особенно в Америке, сборы кинотеатров за ноябрь, по-моему, за октябрь, за ноябрь, ну, один из вот только что закончившихся месяцев, достигли, ну, только на 7% были ниже, чем сборы 2019 года за тот же месяц, то есть, ну, я же опять же говорю, большие проекты собирают отличную кассу, и сейчас, ну, в связи с тем, что вакцинация там происходит, и появляются зелёные режимы, люди уверены, ну, более уверены, скажем так, соответственно, сборы увеличиваются, и поэтому, ну, например, вот, что касается Человека-паука или Матрицы, то, несмотря на то, что, да, как ты сказал, некоторые рынки прикрылись, но, скажем, китайский рынок, один из самых тоже больших, или там американский рынок, они работают, и прикрываться не собираются, по крайней мере, до конца декабря, поэтому фильм выходит, фильмы выйдут, я думаю, точно, практически, ну, скажем, если Австрия закрылась, это не такая большая потеря для кассовых сборов, поэтому из Австрии не будут отменять, ну, из-за нас, скажем, да, если нас, дай бог, закроют, никто не отменит дату выхода этих фильмов уже, мне кажется, уже финишная, как бы прямая, но дальше, то, что тут осталось уже сколько недель до обоих фильмов, что касается следующего года, то, скажем так, определенное, конечно, опасение есть по поводу омикрона и прочих там гадостей, которые может преподнести следующий год, но система, в принципе, отработанная уже, потому что не первая волна, уже три волны было официально, скажем так, в том же Голливуде, везде тесты, это делается все быстро, на съемочных площадках, скажем, то есть нет никаких данных о каких-то вспышках ковидных, где-то там в кинотеатрах тех же, скажем, на съемочных площадках фильмы снимаются, фильмы готовятся к прокату, и, ну, конечно, стабильно, стабильного сейчас ничего нет, будем надеяться, что в 22-м году все-таки все придет более-менее в нью-нормал, так скажем. Но я вот хотел, может быть, какую-то конкретику, есть ли какие-то планы, нет, я имею в виду планы, вот на 22-й год что-то уже известно, что будете прокатывать там в январе, в феврале. Да, нет, что касается Sony, то, например, всегда поддерживали кинотеатральный прокат, это политика студии, они выпускали все новые фильмы только в кинотеатрах, и, соответственно, касательно Sony, в следующем году там целая череда тент-полов, ну, больших блокбастеров, например, 7-го января у нас выходит ребут Ghostbusters, который, в принципе, вышел уже в Америке, но у нас по причине локдауна, опять же, был перенесен на январь, но это довольно большое кино, зрелищное тоже в Аймаксе будет, то есть его надо смотреть в Аймаксе, на большом экране, потом будет в конце января будет Morbius, это новый антигерой вселенной, опять же, Marvel, это Джаред Лето в главной роли, большое кино, потом в феврале, 18 февраля, выходит фильм Uncharted, это «Охотники, по-моему, за сокровищами» в российском прокате, это такое большое, ну, скажем так, что-то наподобие Том Райдера, с Томом Холландом, Человеком-пауком, и Марком Уолбергом, это тоже, ну, если видел кто-то трейлер, то это такое большое кино приключенческое, опять отправляется в джунгли, ищут сокровища, очень много съемок масштабных, очень много масштабных трюков, ну, то есть, потом, соответственно, в марте уже мы ждем Бэтмена нового, соответственно, с... Паттисоном. Паттисоном, да. Я не знаю, из таких больших проектов, в том числе, мы ждем новый фильм Гая Ричи, который мы тоже прокатываем, называется «Операция Фортуна. Искусство побеждать» с Джейсоном Стэттемом, опять же, в очень таком стилистическом ключе Гая Ричи фильм, то есть, про шпионов, про, опять же, много экшена, много черного юмора, то, что как бы нравится поклонникам творчества. То есть, ну, пока весна, там, зима-весна выглядят очень... Ну, очень хорошо, есть что посмотреть, скажем так. Я думаю, у наших коллег-конкурентов, соответственно, тоже будут какие-то большие фильмы. Да, но вот, Александр, у меня просто был... Ну, у нас, к сожалению, осталась буквально одна минута, но вот вопрос чисто концептуальный. То есть, я понимаю, что Sony и Warner, они все-таки больше ориентированы на кинопрокат, потому что мы знаем, что Disney, вот у них появился Disney+, который, в принципе, забирает очень много на себя. Здесь вот все-таки сделано все для кинопросмотра. Ну, я бы сказал, что начиная с 22-го года, да, потому что, ну, у Warner был контракт с HBO Max, который, правда, у нас не... Этот канал у нас недоступен. Но что касается Sony, то у них своего стримингового сервиса нет. И да, и практически все проекты, которые выходили в кино, они выходили именно на большом экране. И, соответственно, в будущем тоже никаких перемен в этом плане нет. Ну что же, порадуемся за кинофанов, которых ожидает достаточно большая череда блокбастеров, которые нужно смотреть именно на большом экране. Будем надеяться, что следующий год как-то внесет тоже какие-то перемены в лучшую сторону в кинопрокате. Спасибо огромное. Да, я бы призвал приходить в кино смотреть, потому что от этого зависит, насколько вообще, ну, выход дальнейших фильмов, скажем так. Тем более, что буквально вчера со стороны правительства стало известно об очередных послаблениях. Теперь большим семьям, в общем-то, до 10 человек, можно собираться вместе и занимать соседние места, в том числе и в кинотеатрах. Так что все на просмотр. Спасибо, Александр. Хорошего дня. Спасибо. Всего доброго.